Ситуация вокруг демаркации и делимитации границ, а также Зангизурского коридора, все еще остается напряженной. Армянская сторона отказывается предоставлять коридор и признавать территориальную целостность Азербайджана. С другой стороны, мы видим заинтересованность в этом вопросе внешних игроков. О том, какие процессы развиваются вокруг этой ситуации, рассказал в интервью политолог Ильдар Намазов. Что происходит на ваш взгляд на границы Азербайджана и Армении? К чему ведут все эти процессы? То, что происходит на Азербайджано-армянской границе, можно назвать одним словом – граница блудеё. Потому что, читая армянских политиков, экспертов и их СМИ, понимаешь, что это общество находится в таком глубоком шоке и прострации, что не может сформировать свою позицию в очень простых вещах. Эти вещи настолько простые, что кроме армян это понятно всем. Даже президент Франции в разговоре с Пашиняном очень четко призвал его скорейшим образом провести демаркацию и делимитацию государственных границ. Но армянское политическое общество выступает с самыми абсурдными и нелепыми заявлениями, и поэтому я называю это граница блудеё. Какой-то альтернативы демаркации и делимитации границ на основе советских карт не существует. В этих границах Азербайджан и Армению признали в ООН и в международном сообществе. Именно эти границы согласились соблюдать страны СНГ в Алма-Атинской декларации. Объявлять, что это были административные границы, и мы не можем их признать государственными. Это значит перечеркивать все международное право, перечеркивать все основные положения ООН, ОБСЕ и СНГ. Таким образом они отказываются признавать нашу территориальную целостность, но в этом случае Армения должна понимать, что если она не признаёт эти границы, то ставит под сомнение не эти границы, а фактически объявляет спорными и свои территории. Пашинян грозится и угрожает России тем, что если ОДКБ не будет реагировать на приграничную ситуацию и не возьмёт контроль в свои руки, то он позовёт в регион США и Францию, чтобы они контролировали процесс. Но тут в Москве, Вашингтоне и Париже возникает вопрос, а где проходит граница? Куда приглашает Пашинян внешние силы, если Армения сама их не признаёт? Какая страна пойдёт на то, чтобы послать своих пограничников или военных на границы, которые не признаёт сама Армения? Поэтому сейчас Армения оказалась в международной изоляции. Ещё одно интересное обстоятельство, это то, что в самой Армении давно принят закон о государственной границе. И согласно этому закону, вдоль государственной границы должна быть пограничная полоса. Должны быть пограничные зоны и должны быть определены параметры. Сейчас на Азербайджано-армянской границе нет никакого контроля, и там гуляют пастухи, стада. И каждый день мы читаем новости о том, как коровы переходят границу. А омбудсмен Армении пишет гневные сообщения. Хотя как опытный юрист он должен знать, что пограничная полоса должна быть с внутренней стороны, и туда не должны допускаться простые граждане. Ни у одного армянского политика, эксперта, политолога, мы не можем найти обоснования их политики. Соответственно, мы понимаем, что своей позиции у них нет. Единственное, то, что этими заявлениями они хотят усилить напряжённость на границе и таким образом пытаются привлечь внимание некоторых западных стран и оказывать давление и на Москву, и на Баку. Все помнят, как Пашинян вел себя до войны, его заявления, поездки в Шушу и так далее, и чем всё это закончилось. Сейчас мы видим того же самого Пашиняна, который играет с огнём и провоцирует новое обострение в регионе. Вопросы с коридорами остаются такими же сложными. Азербайджану не оставляют шанса, кроме как самому решать этот вопрос, просто зайти и пробить эти коридоры, а затем сдать их под контроль российских пограничников и выйти. Потому что, как мы видим, Запад против коридоров, а Россия за. Как вы видите развитие ситуации вокруг коридоров? В вопросе коридоров примерно такая же ситуация, как и в вопросах границы. Тот шум, который был устроен в армянских СМИ и о которых говорят армянские эксперты, можно назвать коридоры бесием. Потому что и в этом вопросе у армянской стороны нет никакой внятной позиции и логики. Всё, что они говорят, противоречит трёхстороннему заявлению, здравому смыслу и международным нормам. Армянская сторона говорит о том, что эти коридоры не могут быть экстерриториальными и их нельзя сравнивать с Лачинским. Якобы, Лачинский коридор экстерриториальный, а через Зенгизур должна проходить обычная дорога. По всей видимости, Пашинян не знает какой документ подписал 10 ноября 2020 года. В этом документе чётко сказано и про Лачинский коридор, и про открывающиеся дороги. И что в вопросе Лачинского коридора контроль осуществляет миротворческие силы России, а Азербайджан гарантирует безопасность. То же самое говорится про Зенгизурский коридор, где контроль должен быть у ФСБ России, а Армения гарантирует безопасность. Мы видим зеркальную ситуацию. В одном случае контролирует миротворческие силы России, а в другом ФСБ России, но статус одинаковый. Есть третья сторона, которая осуществляет контроль над дорогами, а сами страны гарантируют безопасность. Более того, участок на границе с Ираном уже с 1992 года носит экстерриториальный характер. Там стоят российские пограничные войска. Этот участок находится в Мегри, и всё, что там построили русские, является имуществом России. И этот коридор длиной около 40 километров с 1992 года имеет экстерриториальный статус. Трёхстороннее заявление просто усилило это обстоятельство. Поэтому говорить о том, что Армения не может предоставить коридор, прямо противоречит как трёхстороннему заявлению от 10 ноября, так и положению договора между Россией и Арменией от 1992 года, по которому российские пограничники контролируют Ирано-армянскую границу. Поэтому в словах армянской стороны нет ни логики, ни здравого смысла. Тут есть другой очень важный момент, так как процесс делимитации и демаркации неизбежен, и Армении придётся на него пойти, так и открытие Зангизурского коридора неизбежно. То есть, если армяне не пойдут на открытие, то таким образом будет сорвано заявление от 10 ноября 2020 года. Не может это соглашение сохранять легитимность, если одна сторона решит отказаться от какого-то важного положения в нём. Соглашение должно полностью действовать, а значит коридор тоже должен быть открыт. Если соглашение будет сорвано, то российские миротворцы должны будут выйти, и поставленные военные задачи азербайджанская армия должна будет выполнить до конца. Тогда армянская сторона ещё больше потеряет вплоть до своих территорий. Другой нашей реакцией может быть закрытие Лачинского коридора. Так, азербайджанская сторона спасёт заявление от 10 ноября, но оттуда будут исключены пункты о коридорах и разблокировке региона. Так, вопрос сбалансируется, и Лачинский коридор будет закрыт до тех пор, пока не откроется Зангизурский. Наконец, третий сценарий – это то, что Азербайджан откроет коридор в Зангизуре собственными силами, чтобы выполнить пункты заявления от 10 ноября. Армянская сторона должна понять, что текущее положение ставит под удар её саму, если она будет саботировать открытие этого коридора. Что вы можете сказать о мирном соглашении? Будет ли оно подписано? Пока мы видим саботирование процесса демаркации и делимитации, а также открытие коридоров, говорить о каком-либо мирном соглашении не приходится. В таких условиях договориться о мирном соглашении невозможно. Первыми пунктами должны стать взаимное признание границ друг друга, а всё остальное потом.